Ну вот, друзья, делимся с вами радостью. Получили посылку через 10 дней, после того, как она уже 10 дней пролежала на почте. Вот, мы болели, не ходили на почту, живем в деревне, нам даже не позвонили, мы пришли, не сказали. Вот, а сегодня пришли случайно за журналом, я выписывала новый журнал, тоже процветка. Получить журнал, а тут посылка, радость-то какая. Вот, решили вам тоже показать, сейчас будем вместе с вами открывать и наблюдать, потому что мы первый раз тоже с процветком общаемся в виде посылочек. А так-то я уже пересмотрела все ваши, наверное, видео, и очень рада, что я с вами познакомилась. Ну, посмотрим, продлится ли эта радость сейчас, конечно, 10 дней лежала. Но на почте нас уверили, что у них было холодно, только сегодня дали отопление. Так что было холодно, и я надеюсь, что растения не пропали. Сейчас посмотрим. А я так ждала, я решила, надо же все посадить. Я скоро уезжаю на месяц. Мне же надо это все посадить. Я так люблю эти всякие цветочки и росточки. Вот, так что мы сейчас будем вместе с вами радоваться. Бумажка что-то. Так. Ну, упакована, как конкретно. Так. Конкретно упакована. Потому что у нас тут должны быть деревья. Я ее выписывала. Ой, деревья уже прямо с такими вот почечками. А-а-а. Это, наверное, лимонник, да? Ммм. Как они тут его, интересно, смотри, как заекорили, чтобы он не болтался и не обламывались листочки. Здорово. Сейчас. У меня уже в слюнки потихли. А-а-а. Вот посмотрим. Вот здесь. Так, я надеюсь, конечно, я смотрела, как одна женщина получала посылку. Она говорила, что получила даже в посылке инструкцию по дальнейшему, по посадке и уходу за этими растениями. Ну, за которую она выписала. Так что я очень надеюсь, что у меня тоже тут будет инструкция. Потому что некоторые растения я еще не высаживала никогда и не знакома с ними. Потому что тут вот весь сыр вот получился из-за лимонника китайского. Заказала сначала три лимонника, а потом пошло-поехало. Так, а что же это? Вот смотри, как упаковано красиво. Посмотри. Это два кустика. А что тут? Сейчас разрежем. Не знаю. Похоже. Так. Магнолия. Ой, радость-то какая. Ты посмотри, уже клеточки пошли. Вот смотри. Ой, смотри. Это магнолия. А я забыла, что выписала. И смотрела на днях у Светланы Сотниковой про магнолию видео. И так это переживала, что... Ой, когда же у меня будет такая магнолия свистеть? Ой, а тут какие уже пророские. Ай-яй-яй. Проросли нежненькие. Посмотри. Нежненькие. Их надо аккуратненько-аккуратненько вынимать. А что-то вот это вот такое. Я, по-моему, такого не выписывала. Что-то такое интересное. Так. Ой. Ага. Ой, что же это такое? Вот с сутными листочками. Я разве заказывала что-то? Сейчас почитаем. Сейчас. Ой, смотри, Серёжа. Смотри, бутоны какие. Ой. Это что? Ой. Это какой-то... Как они их упаковали, так интересно, чётко, что... Прямо разобрать сложно. Боюсь. Портить веточки. Ой. Это же, кажется, рододендрон, Серёжа. Я уже забыла, что я выписала. Я себе список и выписала. А на сайте не сохранился почему-то. Я думаю, на сайте сохранится. У меня... Рододендрон. Так, сейчас ножницы какие-то неудобные. Так. Рододендрон. Дримлин. Ой. Майл, надо аккуратненько достать. Так. Посмотри, как они чётко всё упаковали. Ой, умнички. Как они всё это аккуратненько... Посмотри. Предусмотрительно. Тут уже почечки, цветочки. Посмотри. Ой, какой красивый. Белый. Белый рододендрон. Чудо. Чудо. Так. Ещё. Два. Я прямо с ними как с тизмейскусят. Поверь. Лишний раз дотронуться. Чтобы не поранить. Всё очень-всё конкретно запаковано. Ой. А вот это что такое? Колючие. У него колючие листочки. По-моему, что-то я такое у Светланы Сотниковой слышала, или читала, что оно с колючими листочками. И это очень интересный вид. Растение. Так. Сейчас будем. Так. Падук пастролистный. Падук пастролистный. Это что-то очень интересное. И красивое. Посмотри, какое. И какой уже этот росточек молодой. В общем, красота. Солнышко. А завтра обещают как раз немножко пасмурную погоду для высаживания. Как раз хорошо. Чтобы не по солнышкам будем высаживать. Наверное, завтра. Или сегодня ещё сподобимся. Серёж. Как ты думаешь? Сейчас почитаем инструкцию и посмотрим, что нам советует про цветок. Магнолия. Магнолия Беття какая-то. Беття. Я же смотрела по картинкам. Там по цветочкам. Какая мне понравилась. И какую, наверное, Светлана Сотникова советовала. Потому что мне понравился тоже у неё очень красивый сад. Столько растений. Но, к сожалению, за её растениями надо ехать прямо к ней в сад. А тут про цветок, смотри, как раз и прислал всё. С доставкой практически на дом. Уже две магнолии у нас получается. Что там ещё? Там ещё должны быть и деревья. Ирисы, я же думала. Ой. Стой, крутенько. Это что у нас такое? Это что у нас такое? Ирис бородавчатый. Коралл. Садик какой-то. Коралл Садик. Ну, ирисы. А, бородавчатый. Вот его такие эти. Он не клубневидный, а получается у него... Видишь, какие корешочки. Смотри, живой. Всё. Посадим. Это примерно тот ирис, что я тебе рассказывала сегодня про него. Показывала. У нас есть жёлтый, а этот я не знаю, какого цвета. Тут не написано. Ирис бородавчатый. Коралл. Коралл значит какой-то... Садик. Коралл Садик. Ну, мы почитаем на сайте про него, посмотрим картинки по названию. Ирисы есть. Ой. Так, что у нас тут? Вот как, видишь, какой почвосмеси хороший, рыхлый. Ирис, карликовый вестер. Ирисы. Всё ирисы. Так, да. Ирис сибирский паприкаш. Видишь, и все они с такими корешочками. С корешочками. Не такие, как у нас ирисы. Клубни видные. Вот, видишь, корешочки. Всё есть. Ирис сибирский мисс эппл. Мисс эппл. Представляешь? Они все будут разных цветов, Серёжа. И цвести будут всё лето. Я, правда, не знаю, зацветут ли они в этом году. Как там будет написано. Ух, как тут плотненько. А тут надо очень укротно, потому что тут уже пошли разточки расти. Какие ли они нежные? Я, я не знаю. А вот там не жалею пленки. А вот там не жалею пленки. Молодцы. Как-то они упаковывали это всё. Чётко, аккуратно. Да. Теперь я точно у меня там ещё такие есть мечты, что на процветке заказать. Очень хочу малину древовидную, про которую Светлана Сотникова рассказывала. И очень хочу каштан съедобный. Прямо мечтаю. Это в первую очередь хочу. Теперь как-то надо будет сподобиться. Получить росточки. Орех-то я привезу из Украины из дома себе сюда. Говорят, Светлана очень хорошо рассказала про орех. И я теперь не буду бояться его сюда везти. Он здесь приживётся и будет растиольно. Так. Что это у нас? Красота какая. Это фундук краснолистный. Ничего себе я выписывала и забыла. Так. Ну, фундук, по-моему, краснолистный московский рубин называется. так. Даже не устанет. Не упал, а? Сюда поставлю. Очень нежные росточки. может быть, эти росточки по инструкции надо будет и укоротить потом. Я не знаю. А может, и сохранить. Пока сохраняем, очень нежно раскурочиваем. сырое всё. ну, такое влажненькое, рассыпчатое. Очень хорошо. Видусмотрительно всё. Так. Да что у нас? Тоже лимонник китайский. О, из-за чего весь сырбор пошёл. Три такие должно быть лимонника. будем надеяться, что все приживутся. Будем мы счастливы, здоровы с ней тут жить. Нам очень нужно поднимать иммунитет и восстанавливать силы потерянные во время 50-летней работы. Так. Что у нас ещё тут? Как-то мне очень неудобно надо им. Так, это тоже, наверное, лимонник. Похоже, да? Да. Лимонничек. Так, я вот так вот коротенько положу. О, вот и дошли мы до инструкции. Сейчас посмотрим. Уже скоро. Как отмени неудобно. Пришлось мне запросить. Он у нас не афишный человек. В кадр не любит попадать. Вот приходится мне тут всё. Лимонник третий. Смотри, уже листочки, Серёж. Поэтому Серёжа снимает, а я работаю. Режу. Что ещё? У нас тут должна быть ещё сливка. Вот эти деревья. Что у нас тут? Наверное, посмотрим. Серёжа, потом положишь камеру и сам аккуратненько мне поможешь пускать эти деревья. А я сейчас достану помашку и почитаю нашим друзьям. Тоже в результате мы получили их. Чему мы будем радоваться скорости светения. я думала ещё розы какие-то вытес с Так надеялась, что я розы... Ты посмотри, они распускаются на глазах. Серёжа, посмотри. Были бутончики, когда достала. Ты снимал, да? Смотри, раскрылся прям. Ну, уже вечер, уже около шести часов вечера, тут солнышко уже не такое сильно пекучее, так что, я думаю, не сгорят листочки. Так, что у нас тут есть? Родендендрон, Барбарис, а где Барбарис? Может, не знаю, а где Барбарис? Падуб, Магнолия Бетти, Алыча, вот тут должно быть вот такая вот оранжевая. На фотографии была. Кизил, слива ренклод, синяя должна быть, синяя, такая круглая, сочная. Фундук краснолистный московский рубин, это мы видели, ирис, бородатый, карликовый, сибирский, сибирский папикаж, какой-то мискантус, мискантус китайский гана, лимонник китайский первенний, гладиолус крестный хрестный. А мы посмотрим, где он нас сидел. У нас кто-то придерется. А, вот это что такое? А, это подкладочка. Или что это такое? гладиолусы. Ух ты! Это гладиолусы. Это, по-моему, подарочные гладиолусы. Да, это мне там за большую покупку, по-моему, подарили вот эти гладиолусы. они какие-то необыкновенного цвета. Нежно-розово, что-то такое с переходами в оранжевый. Ой, это шикарная будет вещь. Так, вот, гладиолус, кресты, фризу. Так, что мы не увидели? Алыча там, кизил, слива оленкова. А что, такой кизил высокий, прям как дерево. Ну, вот он маленький, Сереж, вот он, кизильчик, вот он. Это уже с большими листами, уже почти зацветает. Вот это кизил, точно. А вот это слива и алыча. Вот он, два деревца. все. Ой, красота, все понятно. А инструкции нема. Будем... А, вот же инструкция. Еще семена овощей в подарок, смотри. Ух ты. Что же еще будем все-таки овощи... Ой, семена цветов, Сереж. Как я сегодня смотрела, там у них на сайте, цинь нет, слушай, полярный медведь. Они сегодня его рекламировали. А я думаю, ну как, я уже посылку должна получить, как же я буду заказывать этой доме, ждать. Они прислали. И морковь королева осени. Придется нам морковь сажать в эту воду. Сейчас будем грызть морковь осени. Вот, какая прелесть. И вот смотри, целая книжка получается про все растения, которые у них в продаже есть. Видишь? Классно. Тут вот общие требования к посадке луковичных. Ну, в общем, все-все-все-все. Общие требования к посадке корневищевых, роз, декоративных, внущихся, хвойных, о, даже к хвойникам, и кладово-ягодных, декоративные растения, розы, кустарники, о, и вообще семечковые, орехоплодные, лиановые. Ну, все, почитаем, будем сегодня ночью изучать. Класс. Все-то коротко и ясно. Так, а где наша фрезия? Есть лилия. Где вот что мы сейчас найдем быстренько? Мы найдем быстренько, что мы получили. Так. Сакура у них тоже есть в продаже, Сережа. Вот, розодендрон. Для последосадки следует выбрать закиненный участок северной стороны строения. Вот как раз ему там и место. В общем, определимся. Все про все есть. Все про все. Отлично. спасибо. Спасибо. очень довольна. Очень. Орехоплодные. Ой, у них грецкий орех тоже есть. Ну, я грецкий орех он и привезла прошлой осенью с Николаевой. Сейчас он у меня в детском саду сидит под внутрясилом еще такой вот маленький росточек. У меня на Украине Николаеве, там дома много орехов, под окном два ореха. И вот прокленулись, орешки упали, проросли. Я их сюда привезла без надежды. А тут послушала Светлану Сотникову, она говорит, шы, нормально, тут растут орехи, очень красиво. Так что, ну, я очень хочу, она рассказывала про, ой, ой, столько растений уже, он за разом заходит, я ничего не могу от такой хорошей встряски психологической, я ничего не могу вспомнить. Вот. Ну, все, не буду вас вручить. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот смотри, какие деревья тоже упакованы. Я очень рада. Благодарю вас, дорогие мои. И, конечно, еще что-нибудь у вас обязательно выпишу. Пока.